Привет, друзья! С вами Евгения Торжкова, и вы на канале, где я обучаю вас игре на фортепиано. Знаю, что для многих из вас большой проблемой является игра двумя руками. Поэтому специально для вас я разработала пятидневный экспресс-курс, пройдя который вам будет значительно проще играть свои любимые произведения двумя руками не только правильно, но и красиво. И, конечно, подготовила для вас много практического материала. Поехали! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ Новый Пой recording! И для того, чтобы их сразу закреплять на практике, я подготовила целый блок произведений. Но об этом чуть позже. Давайте начнем с первого шага. И наша задача за этот урок – синхронизировать руки. Начнём с очень простого упражнения. Пять пальцев, пять клавиш «со» «ля си до ре». Наши задача сейчас исполнить эти ноты приёмом, которые называются нон-легато то есть у нас есть разные приемы звукоизвлечения этот нон-легато что в переводе означает не связано то есть вы слышите что между каждой нотой есть пауза есть воздух что важно в этом упражнении первое вы должны почувствовать свободу всей своей руки от плеча при этом вы в кончик пальчика несете вес что делают многие начинающие пианисты начинают давить вот ни в лучах не давить не надо не за счет давления пальца а за счет тяжести вашей руки у каждого насколько-то весит можно проверить вот кинуть прям сверху на вторую руку свою же и вы почувствуете что у нее есть свой вес вот этот вес вы несете на клавиатуру особенно те у кого инструменты акустические и таким образом вы шагаете все пять клавиш вверх а затем вниз и следующий важный момент обратили внимание на мое запястье то есть когда я хочу взять следующую клавишу я поднимаю руку и запястье идет вертикальной плоскости вверх далее я беру следующую клавишу беру нажимаю запястье оказывается параллельно снимаю запястье вверх это очень важный момент который нужно отследить именно на этом простом упражнении визуально но действительно выглядит очень просто и на этом горят многие взрослые ученики говорят зачем мне это вот этой вот ерундой заниматься но на самом деле вот в таком простом упражнении вы формируете навык звукоизвлечения который впоследствии поможет вам играть красивым звуком уже более серьезной музыки с более сложной какой-то технической начинкой поэтому обязательно не пропускайте такие упражнения и вообще я уже пришла к выводу что все гениальное действительно просто левая рука должна проделать тот же самый путь те же самые задачи поэтому мы сейчас не будем останавливаться подробно на ней но ваша задача дома поработать особенно те кто правши левой рукой играть сложнее поэтому вообще начните с левой руки а не с правой и конечно самое интересное это синхронизировать руки потому как огромное количество музыки когда нужно играть абсолютно одинаково я имею ввиду одинаковые длительности одинаковые штрихи да когда мы играем слышно что и правое левое играет одинаково да это классический репертуар не за этом но здесь есть немножко разные длительности но в принципе одинаковое движение вот она то есть и там и там идут восьмые длительности вот для этого для того чтобы в произведениях играть хорошо мы и делаем эти простые упражнения что ж нас наша задача синхронизировать руки делаем это мы обязательно не быстро я знаю что все взрослые люди большие торопышки я понимаю вас вам хочется прыгнуть выше своей головы нет времени но потратьте не так много один денек два денечка и просто почувствуйте одинаковый вес вы несете с одинаковым весом руки и чтоб они у вас не квакали вот таким образом это нехорошо так ва-ква чтобы не было вообще всегда ученику даю маленькую подсказку когда вы играете синхронно одинаковая длительности двумя руками старайтесь ведущей сделать левую вот на нее чуть больше опоры то есть она как будто играет ну не как будто она играет чуть-чуть ярче действительно и не забывайте о том что у вас свободно парящие кисти почему я говорю не спешить вы должны понять действительно взрослым освоить головой значительно проще какие-то там трудности до нежели ребенку и даже если вы все поняли головой как выполнять как поднимать кисть даже если у вас на практике два-три раза получилось сыграть хорошо это еще не говорит о том что ваша мышечная память да то есть ваши руки они уже привыкли к этим движением просто нужно немножечко больше времени ну как в спортзал да прихожу эх хочу сразу себе 28 кубиков на прессе так не бывает должно пройти время и только после этого это станет вашим навыком но на самом деле вся музыка она исполняется не штрихом нон легато это тот первый штрих с которым знакомится пианист для того чтобы почувствовать просто контакт с клавиатурой и попробовать вообще как извлекать звуки ну вот если послушать то вся музыка будет исполняться чаще всего легато какую вот романтическую композицию не возьми бесконечное легато что такое легато этот перевод из итальянского обозначает плавно связано когда вы можете связать два звука вместе и здесь нужно понимать что есть два момента эти же клавиши соли си до ре эти же пальцы то есть мы остаемся в этом же упражнении только играем другим штрихом штрих это то как мы прикасаемся к инструменту и извлекаем оттуда звуки вот мы уже познакомились нон легато есть легато когда мы звуки связываем и есть стакката острое на самом деле есть портамента ты ну-то но мы сейчас знакомимся с тремя основными штрихами наша задача научиться пять звуков объединять очень красивую мелодическую линию действительно визуально снова выглядит легко но здесь нужно помнить о двух вещах первое она чисто на физиологическом уровне когда я понимаю что у меня один палец как в эстафете передает другому пальцу следующую нотку то есть фактически пока я стою на этой нотке и не нажала следующую я не поднимаю как только я нажала нотку соответственно я поднимаю палец то есть физические движения да вот как просто в спорте но для музыки и для того чтобы играть красиво этого недостаточно вы должны обязательно подключать слуховой контроль почему потому как именно от интонации будет зависеть красота вашего звука получится ли сыграть у вас красиво да там вот соединить нотки чтобы они прозвучали хорошо или вы будете играть сейчас в правой руке не было никакой интонации там там она должна быть потому как я голосом своим старалась интонировать нотки что это такое это когда вы возвращаемся к нашему упражнению умеете один звук передавать в другой но для меня это вообще очень высоко можно я внизу потом второй звук ля переводим в си потом си переводим в до вы заметили да я не сразу все ноты соединяю и до перевожу в ре то есть каждую пару пальчиков я соединила и только потом я стараюсь объединить все звуки чем будет отличаться это упражнение с точки зрения техники от предыдущего то есть если в предыдущем у нас работала запястье вертикальной плоскости то в этом упражнении обратите внимание она работает в горизонтальной плоскости никаких вот этих движений совершать ни в коем случае нельзя потому как любое вертикальное движение в легата она как бы подталкивать на эти такой подзатыльник каждой ноте поэтому все будет рвано ни в коем случае легата и вы совершаете такое плавное дугообразное движение то есть куда идут пальчики до запятым пальчиком и кисть идет к пятому пальчику, кисть, да, поворот. Иду к первому пальчику, и кисть идет к первому пальчику. То же самое должна проделать ваша левая рука. Снова мы не будем заострять на этом внимании. Вот все, начну следующее упражнение с левой руки, потому что знаю я вас хитреньких, не будете отрабатывать многократно, повторяя это упражнение для левой руки. Ну и, конечно, задача у нас, если вы помните наш первый шаг, синхронизировать руки вместе. То есть уметь сыграть эту линию двумя руками. И слушать, как один звук перетекает в другой. Ни в коем случае не спешить. Да, здесь очень важный момент. Вспомните, что я вам говорила, ведущая рука, левая рука. Обратите внимание на свои запястья. Ну, я уверена, что у всех у вас получилось. Если да, то мы сможем переходить к другому уроку. И если нет, помните, что нужно задержаться и отработать его еще раз. А если вы хотите получить еще больше пользы от своих занятий и отследить прогресс, вы можете прислать небольшой фрагмент своего видео мне. Я его отсмотрю и дам вам обратную связь. Рассмотрю все ваши технические трудности, как вам помочь. Все подробности будут в описании к этому видео. Всегда ссылочки находятся там. Поэтому обязательно туда загляните. А наша задача теперь перейти к следующему шагу. И если в первом мы играли абсолютно одинаковые длительности, то есть руки играли в одинаковом ритве. Но так не бывает. Вот возьмем массу произведений, где мы будем играть разные длительности. То есть руки играют абсолютно разные длительности. Правая играет восьмушки, влевая там есть и четверти, и половинки. Поэтому наша задача вернуться к упражнению номер один, забрать оттуда клавиши ту же аппликатуру и попробовать упражнение сыграть таким способом. Правая рука оставляет все из нашего первого упражнения, только играет обязательно на легато, да, старается играть на легато. А левая рука играет другие длительности. Она играет их в два раза длиннее, то есть четверти, таким образом. То есть в каждой левой, две в правой. Не всегда там благоозвучно звучит, вот как сейчас. Не пугайтесь. То есть ваша задача научиться играть разную ритмический рисунок. То есть правая играла восьмушки, левая играла четверти. Потом ваша задача поменяться. Правая будет играть четверти, то есть она играет медленно, но на легато. А левая будет играть восьмушки, таким образом. Потому как. Я вам показывала пример, где правая играла восьмушки, да, вот музыка из Ла-Ла Лэнда. А теперь покажу другой вариант, когда левая будет играть восьмушки, а правая будет играть четверти. Восьмые здесь, а здесь четверть, ну там четверть-восьмая, четверть-восьмая. Но все равно ритмический рисунок совершенно другой. И, конечно, так как мы работаем с ритмом, я не обойду и такой ритм, который называется пунктирный. Думаю, что знаете, да? Много разной музыки, когда вы обязательно его встретите. Поэтому что мы делаем? Мы играем в правой руке длинную длительность короткую, длинную, короткую, длинную. Это и есть пунктирный ритм. А левая будет играть ровные восьмушки, точнее четверти. Вот таким образом. Возможно, здесь у кого-то возникнут трудности, поэтому координационно здесь, возможно, чуть-чуть сложнее, чем в первой задаче было. Но не спешите. Потом обязательно меняем руки местами. Теперь левая играет пунктирный ритм, а правая четверти. Вот такие простые, на первый взгляд, упражнения приводят вас к тому, что в произведениях вам значительно проще потом играть обеими руками. Но мы не остановимся в этом упражнении и еще освоим такой ритмический рисунок, как триоль. Когда мы слышим триоли, 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 триоли. На самом деле, да, вот в Иллилуи там не триольки, но все равно идет шесть восьмых, то есть под одним ребром у нас три нотки. То есть раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Поэтому мы правую руку будем играть таким способом. Правая играет триольки, а левая играет четверти. В каждой одной нотке в левой должно поместиться три вправо. Можно прям себе говорить триоли, триоли, триоли. Или раз-два-три, 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 раз-два-три. И соль. То есть и переходим к нотке соль. Потом вы меняете обязательно руки. Левая играет триоли. И к соль пришли. Мы сейчас это делали в более быстром темпе. Вы начните со спокойного. Не гонитесь за мной. Всегда можно видео остановить, пересмотреть, повторить. И помните, да, что пока вы не отработали какой-то элемент или какое-то упражнение, вы не идете, не делаете следующий шаг, потому как все здесь выстроено от простого к более сложному. Давайте немножечко отвлечемся от нашей, так сказать, рутины и проведем небольшой тест-эксперимент. Пусть ваша левая рука хлопает по коленке одинаковой длительности, а правая начинает рисовать различные фигуры геометрические. Например, вы рисуете квадратик. Вот кажется, что просто. Ну, у кого не очень хорошо с координацией, да, теперь треугольничек рисуем. Не всем легко. Кружочек и так далее. Потом ручки обязательно меняйте. Это так вам немножко побаловаться между уроками. Что ж, мы переходим к третьему уровню. Наш третий урок, когда мы будем играть руками двумя, но при этом в разных направлениях, потому как много музыки. Ну, например, вот. Сначала в одном направлении, а потом смотрите, что происходит. Мы играем синхронно, но в разных направлениях. Вот. Поэтому важно отработать это в упражнениях. Наши любимые уже соли си до ре. Если правая будет играть от нотки соль, от клавиши соль, то левая от ре. То есть в разных направлениях. Таким образом. Все мы играем все равно штрихом легато. То есть нон легато у нас было только в самом первом упражнении. Следим. Да, здесь получается, что кисточки мы разводим в разные стороны. К пятым пальчикам и потом к первым. То есть такие полулиги, да, полудуга. Если вам легко, то пусть правая отправится на октаву выше, а левая отправится на октаву ниже. Для чего мы это делаем? У нас не бывает так, что произведения вот все рядышком написаны. Да, у вас может быть вот размах. Да, там. То есть большой размах, поэтому еще раз. Правая переезжает на нотку соль во вторую октаву, а левая на нотку ре в малую октаву. И они пошли в разные стороны играть. Заметили, да? Я чуть-чуть уже и корпус наклонила вперед. И ручки тоже самое. Разводим локти от себя. Ни в коем случае не прижимайте их вот так близко к корпусу. И таким образом работаете там несколько минут. Если вам совсем легко, можно усложнить задачу. Правая рука будет играть подряд клавиши, а левая будет играть через ноту. Вот таким образом. И в разных направлениях, да, не в одном направлении, а в разных. То есть нотки не совпадают, будет совпадать только серединка си. Таким образом. Не спешим. И через клавишу. Ну и еще один разочек поднимаемся. И вспоминаем. То же самое мы с вами делали на октаву выше, да? Правая на октаву выше, левая на октаву ниже. Вот таким образом. И вернулись. Получилось, что мы играли синхронно обеими руками, но в разных направлениях. Что ж, друзья, мы с вами прошли три уровня упражнений. И теперь хорошо бы их закрепить на практике. И для этого у меня есть для вас хорошая новость. На нашем сервисе Boosty я собрала огромный блок тех произведений, где вы встретитесь с этими задачами. Они в облегченном варианте. Все подробности будут в описании к этому видео. Подходят эти произведения как новичку, так и тем, кто продолжает свое развитие в игре на фортепиано. Разборы я всегда делаю очень подробные. В них я рассказываю и о художественном образе, и о тех средствах музыкальной выразительности, которые помогают раскрыть этот образ. Обязательно рассматриваю все технические трудности, с которыми столкнется исполнитель в данном произведении, и даю рекомендации, как их преодолеть. Повторяю, что все ссылочки в описании к этому видео. Обязательно присоединяйтесь и прокачивайте свою игру на практике. Что ж, мы идем дальше, и нас ждет уровень, когда мы будем играть абсолютно разными штрихами, потому как в музыке не бывает так, что мы играем только легата в обеих руках. То есть до этого мы играли одинаковым штрихом. Ну вот простой пример. Все хотят, чтобы я разобрала третью часть лунной сонаты. Опять же, у нас есть замечательный сервис Boosty. Пишите там больше комментариев, и, конечно, разберу. Но вы заметили, что левая рука у меня играла штрихом стакката. Такой штрих мы сегодня еще не играли, сейчас будем. А правая играла легата. И координационно для новичка это не так просто. Поэтому возвращаемся к нашему упражнению. Левая будет... Нет, давайте поменяем местами. Все-таки у нас левая будет действительно... Вот оговорилась, начала правая играть, а сама сказала про левую. Пусть левая играет легата. А правая начнет играть нон-легата. То есть возвращаемся в наше первое упражнение. Вот когда мы играли нон-легата и не быстро. Потому как нон-легата в быстром темпе играть не очень удобно. Вот таким образом. То есть они играют разные штрихи. Можно, смотрите, как наверх вы играете легата левой. Приходите к клавише Ре и меняетесь местами. То есть у вас теперь правая играет легата, левая нон-легата. Это, кстати, еще одна дополнительная трудность. Когда нужно достаточно быстро соображать, какую руку поднимать и какую связывать. Но нам нужно с вами освоить еще один штрих. Когда мы играем, звук достаем на стакката. Стакката в переводе с итальянского означает легко, остро, отрывисто. Вот такое у нас получается сейчас с вами кистевое стакката, когда помогает кисть. Стакката есть разная, когда играют одни пальчики. Мы начнем с самого простого. То есть помогаем себе кисточкой и вот таким образом отскакиваем. Представьте, что клавиша горячая и вы от нее хотите отскочить. Пошли. Правая играет на стакката, левая играет на легата. И сейчас будем менять руки. Теперь левая играет на стакката, правая на легата. Но мы сейчас с вами играли одинаковые длительности. В этом уроке мы еще усложняем, вспоминаем. Я просила вас все делать последовательно, потому как мы сейчас еще и штрихи будем менять, и длительности будем менять. Пусть правая остается и играет легата, левая играет стакката, но через одну. То есть она удлиняет свои длительности, и они становятся четвертью и играет на стакката. Вот таким образом, а правая продолжает играть легата. Затем наоборот. Я подробно показываю, потому как знаю, что для новичков действительно уже этот уровень вызывает ряд трудностей, поэтому мы проходим вместе с вами вот в медленном темпе. Хорошо, мы сыграли с вами сейчас разными длительностями, разными штрихами. Теперь вспоминайте, у нас в упражнениях мы играли через ноту, вот, вы можете через нотку тоже поиграть. Теперь меняемся местами. Далее мы играли с вами в зеркальном, да, варианте, когда. Так, я буду сразу менять руки, вот. Обязательно не поленитесь, сделайте на октаву выше то же самое. То есть я сразу поменяла руки. И тем самым вы максимально прокачаете игру разными штрихами, потому как следующий уровень будет предполагать уже, а вот не скажу, будет предполагать что-то очень интересное. Друзья, помимо YouTube-канала, у нас есть прекрасное сообщество с очень теплой атмосферой на нашем Telegram-канале, где я рассказываю не только какие-то музыкальные истории, я рассказываю о композиторах, об исполнителях, о каких-то интересные вообще просто истории музыкальные. Поэтому, если вам хочется присоединиться к нам, все ссылочки в описании к этому видео. Всегда добро пожаловать. Ну что ж, и нас ждет самое интересное, когда мы подошли к пятому уроку, и все те упражнения мы сейчас будем применять на практике в произведении. Я взяла Минуэт Сульмажор в нотной тетради Анны Магдалены Бах, композитор у нас Иоганн Себастьян Бах. Кстати, есть полный разбор этого произведения там же, на нашем ресурсе, на Бусте. Все ссылочки в описании к этому видео. Если захотите пройти его целиком, это очень полезно, потому как там будет все, что мы сегодня делали в четырех ступеньках, собрано в одном произведении. Вот с чего начинать разбор. Перед вами нотный текст. Вы видите правую, мы возьмем четыре такта. Вот сразу четыре такта. Это то, что мы будем разбирать. Новичка пугает вообще, что здесь и длительности разные, и штрихи разные вообще. Что мне делать? Вот самое первое, если вы действительно новичок за инструментом, прохлопайте ритм каждой руки. Вот давайте справа начнем. Четверть, четыре восьмушки, дальше три четверти. Четверть, четверть, четверть. Далее четверть, четыре восьмушки, ритм одинаковый. Четверть, четверть и четверть. С правой справились. Смотрим, что в левой. В левой половинка раз-два. Половинка два удара, да? Мы считаем до двух, но не хлопаем второй раз. Раз-два, потом четверть. Дальше половинка с точкой раз-два-три. Еще одна половинка с точкой раз-два-три. И еще одна половинка с точкой раз-два-три. Ну, я думаю, что с этим все справились. И теперь самое интересное. Коленочки или любая твердая поверхность. И мы хлопаем с вами, стучим ритм двумя руками То есть по вертикали смотрим, совпадают Дальше две в правой, совпадают Четверть, но здесь легко второй такт В принципе и следующий легко по вертикали, одна совпала Пошли восьмушки и четверть Четверть, я еще раз повторю, что специально подбирала то произведение Когда вам действительно будет легко синхронизировать руки вместе Но при этом будут разные штрихи, разные длительности и вообще все разное И только потом вы начинаете разбирать правую руку Ре, соль, ля То есть мы видим, да, вот пошла дорожка из тех звуков Которые из тех клавиш, на которых строились все наши сегодняшние упражнения Соль, асидо, ре, вот она Ля, си, до, пришли к ре А далее нотку соль, первую соединили, а вторую внимательно Сыграли отдельно, лига закончилась То есть вот эта лига, она и говорит вам о том, что нотки должны быть связаны Вот первая, да, и потом перед ноткой соль у нас тоже лиги нет Лига только распространяется на пять вот этих ступенек Связали Отдельно Дальше клавиша ми И пошли от нотки до теперь тоже наверх связывать пять клавиш И возвращаемся в нотку соль И еще раз отдельно нотка соль Вот эти четыре такта Теперь смотрим, что делает левая рука В левой руке у нас есть аккорд Соль, си, ре Раз, два, далее на три соединяем И отдельно раз, два, три Потом до, до трех тянется И си до трех тянется И теперь мы попробуем скоординировать ручки вместе То есть по вертикали совпадает Далее снимаем руку Потому как штрих у нас сказано, что нет никакого легата И от клавиши соль А влево есть легата Вот они совпадают Дальше раз, два И раздельно соль Далее обе руки поднимаются Легата нет Берут вместе по вертикали И правая пошла играть на легата И снова совпадают Правая соединяет И последняя клавиша играется раздельно Вот на таких примерах вам и нужно Оттачивать свое мастерство игры двумя руками И только потом вы переходите уже к каким-то серьезным аранжировкам На самом деле у Баха выстроена чудесная система И можно вообще переиграть всю эту нотную тетрадь Анны Магдалены Бах Но я напоминаю, что на Бусте находится абсолютно разная музыка Современная, классическая, неоклассическая Вот какую хотите И уровень тоже аранжировок там разный От самых облегченных до сложных Вообще удобная навигация Потому как у вас есть теги Если вы хотите отработать отдельно аккорды Тег аккорды Хотите арпеджио Вам пожалуйста арпеджио Хотите скоординировать руки двумя руками Точнее хотите скоординировать руки Естественно их две У вас определенный тег Поэтому навигация в этом сервисе очень удобная Всех приглашаю Ссылочки в описании к этому видео Ну и пожалуйста обязательно ставьте лайки нашим видео Потому как это помогает продвижению канала Это помогает показывать нас большей аудитории Соответственно уроков более интересных будет значительно больше С вами была Евгения Торжкова До новых встреч Ставим лайки